Всем привет! Продолжаем изучать Django, REST Framework и Vue.js. И сегодня в видеоуроке мы настроим наш проект для того, чтобы в будущем его выложить на продакшн. Я уже все подготовил и расскажу вам, что я сделал, и покажу это. Для начала перейдем в наши настройки, в Prod Settings. Здесь я добавил import.os, base.dir, тот же самый, как у нас в обычном Settings. Debug поставил false. Сделал настройки базы данных, сразу придумал имя базы данных, юзера и пароль. Затем я подключил статику, static.root, url и dir. В нашем Settings я проверил, чтобы у меня был темплейт и подключенный, указан адрес, где у нас темплейт лежит. Также вот здесь мы можем убрать нашу статику. Перейдем в Local Settings. И вот здесь мы изменим наши настройки статики таким образом, что у нас будет dir, static files dir и static url. Зачем такие настройки статики? Дело в том, что на dev-машине статику раздает Django Silver, а на Production Silver у нас статику будет раздавать, к примеру, Nginx или Apache. И поэтому нам нужно ее немного менять, указывать вот эту static root. Затем, давайте создадим, у нас есть папка Media, создадим ее. В корневом каталоге нашего проекта добавил еще одно приложение Start, потом расскажу, зачем оно нам нужно. С локальными настройками закончили, с Pro Settings тоже закончили. Теперь в главном нашем URL проекта я импортировал Django Conf Settings и Django Conf Url Static и прописал вот такую строку Static Settings Media Url и Media Root. Подключил таким образом Media. Прописал вот такую комбинацию, импортировал PrePass, это для того, чтобы поддерживались регулярные выражения, которые были в Django первой версии. И указал такую комбинацию, от начала строки точка звездочка. И подинклюдил приложение Start его URLs. Для чего это нужно? Есть много решений, как это делать. В данный момент мне нравится такое, я его захотел вам показать. Это чтобы все URL, кроме нашей админки и API, также наших статических вайлов и медиа, обрабатывал наше приложение. Чтобы на любой адрес, который мы перейдем в нашем приложении, у нас работало наш View. И все остальное будет обрабатывать Django. Я создал папку Conf. В нее положил файл Gonicorn Conf.py. И прописал Bint с IP машины WorkerStream. Это сколько процессов может поддерживаться. Указал юзера. Это будущий юзер на нашем сельвере. Его нужно будет создать именно с таким же именем. И указал таймаут 120 секунд. Также создал чат.conf. И прописал следующие настройки. Программ чат. И здесь указываю будущий путь к нашему Gonicorn. Gonicorn это веб-сельвер, который мы установим на Production Сельвере. Значит, Home, Johnny, Venn, PIN, Gonicorn. Затем указываю папку Wombs Chat. Это вот эта папка с нашими настройками. И указываю на наш файл VCGI. И также прописываю путь к нашему Gonicorn.conf.py. Который лежит в нашем проекте в папке Conf. Указал директорию с нашим проектом. Здесь нужно поправить имя. Johnny. Юзера. Тоже Johnny. То есть, это тот пользователь, из-под которого будет запускаться нашей команды. То есть, он должен быть с правами администратора. И быть создан на Сельвере. Указал, что есть авторестарт. Редирект. И указал путь, где будет лежать наш файл логов. Это папка log.error.log Соответственно, я создал папку log и положил в нее пустой файл log.error. Сюда Gonicorn будет писать все логи, ошибки, которые будут у нас возникать. Таким образом мы сможем дебажить наш Сельвер. Затем, я создал папку static. Также создал папку template. В ней создал папку start. Это template нашего приложения start. Теперь само приложение start. У него есть одна всего лишь view, которая будет рендерить наш шаблон start в темплейтах папка start index.html. Это будет запускаться индекс.html, который нам сгенерирует Vue.js. А в этом html у нас уже будет подключаться наш файл script.js к приложению. И таким образом, когда человек перейдет на любую главную страницу или URL, который соответствует нашему приложению, запустится вот эта функция и ему отдастся шаблон. Соответственно, запустится наше приложение. И в URL нашего приложения я указал Vue.start на главный URL, чтобы запускалась эта функция. Что по сути будет происходить? Человек переходит на главную страницу нашего сайта. В главном нашем URL прописано, что все пути, кроме вот этих. Самое интересное и важное, чтобы этот URL стоял в конце. Всех URL, которые у вас есть. Он будет запускать наш start URL. Затем он идет в start URL. И видит, что нужно запустить функцию start. Идет, запускает функцию start. Соответственно, эта функция рендерит нам наш индекс HTML. Ну а в самом индекс HTML у нас запускаются уже все наши скрипты. Таким образом, у нас изработает наше приложение. Теперь перейдем в наш chat view. И мы должны сбилдить наш проект Vue.js. Добавим новую команду npm. Назовем его build. Выберем наш пакет JSON, команда run, build. Нажмем OK. И попробуем сбилдить наш проект. Происходила ошибка из-за того, что у меня в конце вот здесь стояла запятая. Ждем пока сбилдится наш проект. Видим, что он сбилдился. И он показывает, что сколько времени у него прошло. Какая-то версия веб-пака была. Указал хэш. Дальше он указал нам, куда он это все положил. Какие файлы он генерировал. Вот это индекс html, js-map, css-map, сам наш вендор, js, app.js. И давайте посмотрим, где это лежит у нас. У нас создалась вот такая папочка dist. Здесь индекс html и static папка. Посмотрим. Здесь есть уже build нашего приложения. Здесь css нашего приложения. И индекс html. Давайте глянем на индекс html. Как видим, он подключает наш css, а здесь он подключает скрипты, нужные ему. Мы можем обработать этот файл с помощью static, load static нашего Django, чтобы он правильно грузил static. Но сейчас не в этом. Теперь мы можем этот файл скопировать, пойти в наши template'ы, в наше приложение start и скопировать его сюда. Таким образом, наше приложение start будет запускать вот этот индекс html. Соответственно, в этом индексе html прописаны css и js, которые он будет запускать. Таким образом, у нас запустится наше приложение vue.js на продакшене. Настройки vue.js для билда очень много. Таких как убрать хэш, переименовать файлы, куда он будет билдить, убрать ли мэпы и все остальное. На этом данный видео урок закончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Также не забывайте вступать в группу вконтакте и в наш чат Telegram. Всем спасибо. До новых встреч.